Три пятерки у нас суббота пошел к вам на эти. Да, их точно. Вон вы за руку! Внимание всем подразделениям! В какой семье Гомель? Передайте информацию. То есть больше курить не будете? Нет. Северныйнские полицейские продолжают следить за соблюдением антитабачного закона. Объектом сегодняшнего рейда стали городская больница номер один и приемный покой детской больницы. Правоохранители проверили прилегающие территории и крыльца медкомплекса. Лицо выявляется, составляется рапорт, рисуется схема. Соответственно, по рапорту уже сотрудник участков полномоченных полиции, поскольку он имеет право составлять данный административный протокол, уже составляет на данное лицо административный протокол. Все нарушители единогласно заявляют о вступлении закона в силу, не знали. А вот их мнения по поводу запрета курения разнятся. Я слышал законопроект, не знал, что он вступил в действие. А как относитесь к тому, что он вступил в действие? Положительно. Что такое общественное место? Общественное место, детские площадки, горбольницы и тому подобное. Ну как на 15 метров. Но если человек захочет курить, он все равно будет курить. Бесполезно ему не объяснить то, что... Он все равно даже сего видит. Это надо за руку сразу же ловить и тащить его. В ходе рейда службой участково-уполномоченных сегодня было выявлено 6 нарушителей. Общая сумма штрафов предположительно составит 3000 рублей. 30-летний мужчина скончался накануне ночью в одном из гаражей ГСК «Машиностроитель-1». Как рассказывает сводный брат умершего, ночью они распивали спиртные напитки. В нетрезвом состоянии за руль решили не садиться и заночевали прямо в гараже. Утром мужчина обнаружил, что его брат не дышит, а на его теле есть повреждения. Если ему становится плохо, то человек падает и не всегда может подставить руки или удачно упасть так, чтобы никаких телесных повреждений не образовалось. Ссадины незначительные, поэтому они к смерти привести данного гражданина не могли. Вскрытие показало, что мужчина скончался от острой коронарной недостаточности. По словам родственников, при жизни он страдал сердечными заболеваниями, а также имел проблемы с давлением.